Образованное население – это задача любого государства, стремящегося к успешному будущему. Для оценки уровня приобретаемых знаний среди учащихся школы Ватан и школы имени Юсупова в Муфсиатом Республики Дагестан было организовано рейтинговое тестирование. Экзамен сдавали около 700 детей, оценивали знания, полученные за первую половину учебного года. В продолжении темы сюжет наших корреспондентов. Всего ученики выполнили более 100 заданий. Вопросы касались исключительно пройденного материала за первое полугодие. Все проводилось с целью оценить интеллектуальный уровень учащихся. Для самих школ подобное тестирование – это способ показать знания своих воспитанников и стимул для дальнейшего развития образовательной системы в учреждениях. Тест, который проводил сегодня Департамент образования при Муфтеате Республики Дагестан, явился одной из ступенек того, что дети посмотрят на себя со стороны, они увидят результат, который получат, дети самые способные будут награждены, увидят учителя свои результаты, своих уроков проведенных. В будущем, когда им придется выходить на государственные экзамены, на государственные различные работы, участвовать в каких-то проектах с выходом вовне, участвовать в ОГЭ, ЕГЭ, чтобы они не боялись этой системы, чтобы они не боялись новшеств, не боялись условий написания привычных для них контрольных работ. Всех детей, набравших максимальное количество баллов, наградили ценными призами. По итогам конкурса будет составлен рейтингом из список. По словам организаторов, это хорошая мотивация для учеников в плане улучшения знаний. Мы ожидаем, что в будущем подобное мероприятие станет традиционным. Мы раз в полугодие намерены проводить, чтобы тем самым мониторить уровень и качество подготовки наших обучающихся и тем самым стимулировать их на более высокий уровень подготовки. Напомню, что образовательные учреждения ВАТАН и школа имени Юсупова известны своим особенным подходом в обучении. Здесь внимание уделяется не только преподаванию дисциплин, но и воспитанию подрастающего поколения в духе нравственности и патриотизма.